Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Ватман, и с обновлением наёмники Сан-Андреаса к покупке стал доступен новенький спорткар Grotti Italy GTO Stinger TT, родной братишка ранее добавленных Grotti Italy GTO и Grotti Italy RSX. Те два спорткара до сих пор им будет на треках, посмотрим, сможет ли не опозорить честь семьи третий брат. Субтитры делал DimaTorzok Продается спорткар на сайте Legendary Motorsport по цене 2 миллиона 380 тысяч долларов, Italy GTO стоит 1 миллион 965 тысяч, а оптовая цена на Italy RSX 2 миллиона 600 тысяч, то есть Stinger TT затесался по середине между ними в этом ценовом диапазоне. Основной прототип, с которого срисован данный спорткар, это Ferrari Roma, но не имя как у Трахтенберга, а Рим, то есть по-итальянски Рим звучит как Рома, а Рим это столица Италии, а итальянцы делают Ferrari. Ну, в общем, суть вы уловили. Всё равно, что у нас стали бы производить автомобили, которые бы назвали Москвич, к примеру. А, такой уже есть. Длиннее названия Grotti Italy GTO Stinger TT может быть только список дополнительных прототипов, которые здесь тоже присутствуют. Например, передние фары взяты с Ferrari Sangway, звучит как Subway. Задний фонари это смесь фонарей Ferrari Roma и Koenigsegg Gemera. Боковые вентиляционные отверстия, которые между передним крылом и дверью взяли с Ferrari Portofino, но только уменьшили их раза в два так. Нижняя часть переднего бампера, что под решёткой радиатора, скопирована с Ferrari Monza SP. Ну и задние вентиляционные отверстия, которых на Ромке нет, перекочевали сюда от Ferrari 599 GTO. Так что список прототипов здесь гораздо длиннее, чем название нового спорткара. Привод у него задний, передний не подключается. И нет отсечки двигателя, чтобы позволило машине уверенно держаться за асфальт. Вся мощь мотора передаётся на заднюю ось постоянно и в полном объёме. На самом деле держак здесь есть и он вполне хороший. Просто если к машине привыкнуть, то используя дабл клач, можно нехило наваливать боком по узким городским улочкам. Немного послушаем звук работы его двигателя. Не новый, такие ставятся на каждый второй спорткар. Финишная черта прямой по автостраде была преодолена за время почти 59 секунд. На общей таблице это 12 место. Новый спорткар по максималке даже не вошёл в топ-10, в отличие от своих братишек. Полное видео прохождение треков вы найдёте в группе ВКонтакте и Телеграме. Ссылки в описании под видео. Переходим в мастерскую и на стальные треки. Внешняя кастомизация начинается с передних бамперов. Здесь добавляется немного ГТ, совсем чуть-чуть, и немножко ГТ-карбона. Сзади несколько моделек диффузоров, повторяющихся в разных цветах. Глушителей 7 дополнительных штук. Каждая моделька смотрится вполне добротно. Каждая из решёток радиатора взята от той или иной Феррари. Если не нравится родная от Ромыча, то ставьте любую другую. Это всё равно останется Феррари. Капотов 18 штук. По факту меньше, поскольку повторяются в разных цветах. Компот ГТ есть на заряженных версиях Ромы. Раскрасок 10 штук. Перечислять их смысла нет. Это в основном полосы разных цветов и отсылок. Также есть гоночная с номером 7, на балансе воинской части, спонсорская двадцатка и двухцветная. Окраска есть основного, дополнительного и цвета обивки. Основной перекрашивает весь кузов. Дополнительный в стоке только спойлер и пластиковую крышку двигателя. Её под капотом не видно. Цвет обивки на этих салонах частично перекрашивает заднюю полку, сиденья, двери, торпеду, рычаг коробки передач и руль. Порогов аж 20 штук. Но они тоже в трёх цветах повторяются и тоже взяты от других Феррари. Мне понравился эксклюзивный порог, поскольку у него есть аэродинамическая вешалка спереди. Удобно, чтобы пакет с продуктами повешать, который не влез в багажник. В разделе сплиттеры можно малость оспортивить и без того агрессивный автомобиль. Есть как маленькие аккуратные губёжки, так и опахало любителей ботекса. Сполеров 9 штук. И в двух цветах повторяется только последний, эксклюзивный вариант. Остальные все в единственном экземпляре. Вообще в стойке машина имеет динамический спойлер. Красиво, удобно, аккуратно. Но установка любого другого спойлера немного увеличивает прижимную силу. К тому же первые утиные хвосты не помешают динамическому спойлеру выдвигаться. Ну а большие уже посадят его на жидкие гвозди. На лобовое стекло наносятся тонкие полосы разных цветов. Обзору особо не мешают. И всё, на этом уникальный тюнинг данного спорткара заканчивается. А также это одна из двух машин с этого обновления, которую можно загнать в мастерскую Ямани. И установить ей бронеплиты за 150 тысяч, дистанционное управление, генератор помех, чтобы ракеты врага на вас не наводились. И скользкие мины, чтобы максимально затруднить преследование. Бронеплиты вещь как всегда полезная. Без них машина выдерживает две ракеты и на третью взрывается. Спасибо Юре, что поассистировал. А установка бронеплит и обычную броню тоже обязательно поставить. Позволит машине выдержать 10 ракет и на одиннадцатую взорваться. Это меньше, чем у других машин с модификациями Ямани. Те выдерживают на две ракеты больше. Но всё равно 10 ракет, которыми ещё надо умудриться попасть, это тоже достойный результат. Стёкла, если что, не пульстойкие, рассыпаются сразу же. Спорткару можно занизить подвеску. Происходит только занижение, завала колёс нет. Подвеска, как и броня, здесь оказывает влияние на технические характеристики. Без неё машина легче срывается в занос и в поворотах присутствуют небольшие крены. Лучшее время, которое я показал, это 55 секунд. Едва смог выехать из этого результата, остальные разы всегда 55 секунд. Занижение подвески сделало машину более устойчивой в поворотах, а крены практически пропали. Каждый поворот стал проходиться немного быстрее, и я стабильно стал показывать результат 54 секунды. Броня делает и без того тяжёлый автомобиль ещё тяжелее, но это ему на руку, поскольку нагружается задняя ось, и машина начинает держать дорогу как вкопанная. Здесь я в основном показывал время 54 секунды, и один раз смог проехать трек за 53. То есть для лучшего держака в гонках рекомендую ставить броню и занижать подвеску. Данный спорткар не только очень тяжёлый, но и крепкий, а с бронёй так вообще превращается в настоящий танк. Он выдержал самые серьёзные удары поезда и в конце просто сломался, дав возможность мне покинуть транспорт и пойти на трассу ловить попутку. А это я ещё бронеплиты на него не ставил. Деформация у Stinger TT не очень выдающаяся, но стенд с тюнинг передних колёс этой машины очень идёт. Во всяком случае, мне такой болид показался привлекательным. Возвращаемся ко времени на треках. Каскадёрский с трубами и прыжками был преодолён за время минуты и 44 секунды. На общей таблице это седьмое место среди 57 протестированных спорткаров. Отставание от братишек 1 и 3 секунды. Этот довольно неплохой результат достигается массой автомобиля, поскольку, как мы знаем по физике GTA, чем машина тяжелее, тем она дальше летит и быстрее спускается. Не знаю, кто придумал такой бред, но он точно не дружил с ускорением свободного падения Ньютона. Ну а в каскадёрских гонках на этом спорткаре можно побороться за призовые места. Городской круг проложен так, чтобы не давать машине набрать максимальную скорость. Здесь нужно постоянно оттормаживаться и снова разгоняться. Проще говоря, здесь решает разгон и тормоза. И на этом треке Stinder TT уже не так хорош, как на предыдущем, поскольку разгон у него слабоват. Лучшее время, которое я показал, минута и 13 секунд. Это 27 место, чуть выше середины списка. Так что для таких гонок машина не подходит. Он тяжелый и валкий, но при установленной броне и заниженной подвеске им в гонках управлять комфортно. Но всё равно машина слабовата. Что в поворотах, что на длинной прямой, его братишки Italy GTO и Italy RSX будут этого товарища обгонять. Разбираем другие параметры. Через меню взаимодействия открываются обе двери, багажник и капот. Под капотом красивый прорисованный двигатель, точнее его верхняя часть. Открыть капот этого спорткара перед компанией друзей будет не стыдно. Сзади маленький багажник с отделкой плохого качества прорисовки. Сюда поместится пара пакетов изошана, для остальных есть вешалка бокового порога, или тело среднестатистического жилистого NBC. Те, которые по упитанию сюда уже не залезут. Малина заметила баг, что раз у машины спойлер динамический, то и его стойки должно быть видно под крышкой багажника. Но при просмотре невооруженным взглядом их не видно. Здесь помог рентген редактора, который выявил, что между динамическим спойлером и крышкой багажника есть пространство, куда и прячется сложенная стойка. Так что Rockstar заморочились и проработали этот момент. Салон у машины не новый, как и звук двигателя, он ставится на каждый второй спорт и суперкар. Вид от первого лица для спорткара вполне удобный, дорогу видно хорошо. Но вот руль, который идеально точно перекрыл обе приборные панели, это отдельная ачивка подсобного, рукожоп до мозга костей. Днище у этого спорткара максимально закрыто листом алюминия. Так сказать, защита от любопытных глаз лысого. Но эти глаза заметили следы пребывания нашего местного рукожопа, который ни спереди, ни сзади не подвел к колесам привода. И машина приводится в движение лишь, честным словом, и поддержкой донатеров игры. Причём от заднего дифференциала привода выходят, но упираются в ребра жёсткости и там же и заканчиваются. Как говорится, и так сойдёт! Топленный бак, как обычно, за задним левым колесом. Стоимость восстановления при полной прокачке максимальная 20 тысяч долларов. Посмотрим, как тут светят фары и задние фонари. Сзади и стоп-сигналы, и габариты занимают 90% площади всего LED-фонаря. Полоска заднего хода расположилась точно по центру этого непотребства. Спереди мы видим красивейшую фару в форме леденца из Майнкрафта. Но загогулина тут так, для красоты. И ближний, и дальний находятся в полоске снизу. Пучок света от ближнего бьёт вниз и правее, а дальний выше и освещает обе стороны дороги. Он одновременно слепит встречных водителей и путан на обочине. Посмотрим, насколько этот спорткар подходит для дрифта. Не подходит от слова совсем. Окно контролируемого скольжения здесь практически отсутствует. У машины есть две стадии. Она либо набирает обороты, либо уже уходит в неконтролируемый занос. Ей, конечно, можно откатить все технические настройки на минимум, но тогда это будет не дрифт в GTA, а бернаут в черепашке-ниндзя. В общем, для дрифта есть более подходящие машины. К тому же, Stinger TT отлично валит боком и без скользких шин. И это одна из тех машин, которым можно просто зажать газ и вывернуть колеса в сторону. И наворачивать круги она будет вечно. И какой вывод можно сделать по спорткару, гроте и тали-ГТО Stinger TT? Название просто пушка-бомба-колотушка. Для гонок машина не годится. Максималка и разгон слабоватый. В заданиях против ботов она может помочь. Несмотря на то, что стекла у нее простреливаются с бронеплитами, она хорошо держит взрывы. И проходить миссию по типу сделать что-то на скорости, когда по тебе стреляют ракетами с вертолета, на ней можно. Ну а для покатушек по свободной сессии она подойдет идеально. Приятное управление, при желании можно пустить в занос, довольно тяжелое. Минусом для меня является только ее размер. Она прям огромная и в городском потоке сильно выделяется. Как будто разработчики переборщили с зумом. Брать ли ее за цену в 2 миллиона 380 тысяч? Я бы не стал. Для гонок я бы лучше взял обычную Итали-ГТО, а для носителя бронеплит Бравада Буффало STX. У него вдобавок еще стекла держат несколько выстрелов, и можно как виндизель кататься по городу и разрушать его. А покупать этот спорткар вовсе не обязательно. А у меня на этом все. С вами был Ватман. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok